Привет, с вами Квадрат Барбер, меня зовут Константин Краснобаев и в этом видео я покажу вам как сделать плавный переход на висках. В предыдущем видео я показывал как сделать топ зону, поэтому если вы пропустили прошлое видео, то рекомендую его посмотреть. Подготавливаю височную и затылочную зону. Используем насадку 6 мм, открытый нож. Равномерно снимаем всю ненужную длину. Обрабатываем всю голову по кругу. Когда двигаемся машинкой снизу вверх, переваливаем машинку с носа на пятку, выкидывая нос от головы. Насадку 6 мм используем для того, чтобы не завалить нашу форму. Далее переходим к насадке 4,5 мм. Работаем точно такими же движениями, как и насадкой 6 мм. То есть в моменте подъема мы немного выбрасываем машинку от головы. В этом видео будем разбирать немного другую технику. После того, как прострижем всю голову насадкой 4,5 мм, мы будем делать контрольную линию, гайдлайн. И от нее будем уже размывать снизу вверх. В прошлой технику контрольную линию мы размывали с помощью насадки 3 мм и открытого ножа. Далее мы опускались, переходили на насадку 1,5 мм. В этой же технике мы будем размывать с насадки 1,5 мм. Далее на видео вы это увидите. Итак, создаем контрольную линию гайдлайн. У нас насадка 1,5 мм и закрытый нож. Создаем эту линию четкими движениями снизу вверх, как будто бы врезаясь в нашу линию. Создаем линию по кругу головы, для того, чтобы не сбиться и не сделать линию на разной высоте. Далее необходимо убрать все волосы под нашей линией. И желательно сделать плавный переход. Для того, чтобы сделать плавный переход, необходимо снять насадки и сделать это с помощью машинки без насадок. Также для того, чтобы сделать переход более плавным, используйте открытие и закрытие ножа. Не забывайте все тщательно убирать за ушами. Нижнюю часть будем убирать с помощью электробритвы. Для того, чтобы переход получился более плавным, необходимо зачистить все с помощью триммера. Триммером также проходимся по всей краевой линии, но не подходим к нашей контрольной линии, для того, чтобы не получился жесткий переход. Не забывайте, что триммер можно также выводить от кожи головы на пятки, для того, чтобы получить легкое удлинение. Далее дорабатываем всю нижнюю часть с помощью шейвера. Не поднимайтесь шейвером слишком высоко, для того, чтобы не создать жесткую линию, которую в дальнейшем будет сложно размыть. Итак, переходим к самому сложному и важному этапу. Переходим к размытию нашей контрольной линии. Используем насадку 1,5 мм, только в этом случае мы открываем нож. И такими же движениями, выводя машинку от головы на пятки, мы делаем размытие на открытом ноже. На видео видно, как линия начинает размываться. Далее закрываем нож и, не поднимаясь сильно высоко, слегка размываем нашу линию. Не забывайте, что в данном случае важным моментом является регулировка ножа. В каких-то случаях нож нужно открыть, а в каких-то закрыть. Интуитивно смотрите на исчезновение вашей линии. Если линия еще видна, то закройте нож. Если линии уже нет и нужно подняться чуть повыше, чтобы дочистить какие-то пятна, то откройте нож. Запомните, в данном случае нужно смотреть и интуитивно обрабатывать все участки. Итак, переходим к насадке 3 мм и открытый нож, и поднимаемся немного выше. Наша линия практически ушла, теперь работаем с плавностью перехода. Также с насадкой 3 мм мы регулируем, закрываем и открываем нож. Далее, для более детальной доработки используем насадку 4,5 мм еще раз. Только в данном случае регулируем нож и дорабатываем все до идеального перехода. Достраиваем и дочищаем нашу форму машинкой на расческе. Не убираем сильно волосы и не заваливаем нашу форму. Убираем легкие антенны, чтобы получить равномерный плотный срез. Дальше вы увидите доработку всей головы по кругу в ускоренном формате. В конце видео я также покажу, как соединить височную зону с верхней теменной и как сделать укладку. А сейчас вы увидите полный процесс стрижки, поэтому рекомендую досмотреть это видео до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Итак, для того, чтобы свести верхнюю зону с височными и затылочными, необходимо хорошо намочить наши волосы. Далее рекомендую сводить горизонтальными проборами, оттягивая на себя. Это ускоряет процесс стрижки. В данном случае я вычесываю все волосы на правую сторону. Дальше буду делать это на левую. Но если волосы очень густые, то я рекомендую делить все по тонким прядкам. Из-за того, что волосы густые, можно не увидеть контрольную линию. Контрольная линия – это линия, которая была сделана в виде ребра на висках. После сведения зон необходимо просушить и доработать наши волосы. В стрижке есть несколько этапов. Первый этап – это тот момент, когда вы договариваетесь с клиентом о стрижке. Второй этап – это построение формы. И третий этап – это доработка нашей формы до идеала. Ну и есть еще один этап, в котором вы делаете укладку и обучаете и рекомендуете клиенту, что ему использовать для укладки. Сейчас производим доработку нашей стрижки. Используем филировочные ножницы. Филировочные ножницы рекомендую использовать очень осторожно. Не используйте крупные филировочные ножницы, которые снимают больше 20% волос. И в конце стрижки дорабатываем и убираем все легкие антенны машинкой на расческе. Не углубляйтесь и не заваливайте форму. Для завершения полной картины используйте укладочное средство. Расскажите, какими средствами клиенту стоит укладываться и как это правильно делать. Укладка – это очень важный момент, так как вы продаете не только стрижку и отдельное укладочное средство, а вы продаете полный образ клиенту. Итак, друзья, на этом все. Я надеюсь, этот урок вам понравился. Не забывайте ставить лайк под этим видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok